Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, как всегда, вот в рубрике по защите от электромагнитных излучений. И не только Владимир Николаевич Тюняев, уже какая встреча не помню, 9-10 видео точно. А сейчас главная задача нашей встречи пригласить вас, дорогие друзья, кого это интересует, конечно, на ту самую встречу, о которой мы говорили, по-моему, в позапрошлый раз. О чем это будет встреча и где, сразу скажу где, а потом передам слово Владимиру Николаевичу, это у нас в Пушкинских горах на основе на базе моего хозяйства ЭКО-отеля будет практический семинар, занятие 10-дневное с 1 по 10 мая. И вот как раз вас приглашаем, а что за занятие, что вы в результате него получите, чему вы сможете научиться, да? Я передаю слово, и Владимир Николаевич, расскажите нашим зрителям, на какое занятие, для чего мы приглашаем, что люди с этого, как говорится, получат, кому это может быть интересно? У нас называется семинар «Основа миропонимания». Так, поподробнее теперь, что же это такое? В этот семинар включается краткое введение тех старых положений и устоя, на котором жили наши предки, это раз. Как они понимали мир, как они понимали тысячелетние глубины. И в этой связи хочу вам сказать сказки «Буровый медведь», предлагаю, вот ваши слушатели мне прислали замечательные сказки, 4 тома. Здесь как раз по праздникам очень хорошо написано, и предлагаю всем вам их приобрести. Замечательные как раз это по основам. Это первый аспект. Во-вторых, это прикладной аспект, который мы предлагаем нашим участникам для того, чтобы научиться оценивать хорошо или плохо то или иное явление, те или иные продукты, хорошо они или плохо, то или иное место. То есть, это называется пространство вместо жизни в комплексе. Как оценить? Потому что индикаторов, приборов, мы о них уже много раз говорили, практически они что-то говорят, но настолько несовершенно, настолько недостоверно и нельзя оценить, как это вопрос биофизики. И, по крайней мере, те дешевые приборы уж точно, о них надо вопрос закрыть. Да, надо закрыть, это нет смысла в этом. Мы показывали вот серьезные приборы. Светит солнце, извините, но вы сами понимаете, что три часа посидев на нем, когда вы еще не загоревший, вы сгорите. Точно так же это касается всего. Это грубо. Мы были участниками и разработчиками, одними из разработчиков, энеологических стандартов. Вот наука, энеология, это наука об энергоинформационном обмене. Я покажу несколько стандартов, они в госстандарте зарегистрированы. А основоположником стандартов и их автором, мы были соавторами, является Михаил Юрьевич Лимонад, архитектор, академик, шикарный человек, который владеет законодательством, владеет то, которое существует, и пишет вот эти стандарты, и мы участвовали в них, по энергоинформационному благополучию населения. Потому что это включает энергоинформационное благополучие, все аспекты жизнедеятельности. То есть скажем так, это не верование, не фантазия, не желание, а это чисто научное. Нет, это с чисто научной точки зрения доказано все. Это как построение, например, места обитания, это сопромат, эпюры, воздействие внешнее или на вас воздействует, как вы воздействуете и так далее, и так далее. Это вот все многообразие воздействий и взаимодействий, в которых находится человек. Мы дадим понятие и научим, как пользоваться, определить, хорошо это воздействие на вас или плохо, хороший продукт, можно ли вам его употреблять или нельзя. И затем вот вы ознакомитесь с этими стандартами и будете их на практике применять. Мы научим основам определения как раз самыми простыми индикаторами, той же рамкой, тем же маятником, интуитивно, кто сможет этим заниматься и, вернее, так освоит в вазах. Потому что все на самом деле очень просто. Человек сам всегда практически с той долей погрешности 10-20% чувствует в душе, хорошо это или плохо. А все-таки вот те люди, которые скажут, ну это, наверное, очень сложно, я не смогу, так сказать, освоить. Вот вы что скажете, люди как по практике, какой процент людей может научиться? Практически 100%. Вот кто с нами занимался, мы с детьми 2 недели занимались. Практически все. Вопрос, даже когда читаем лекции по питанию, по энергоинфляционным взаимодействиям, воздействиям. Дети за 2 недели, за неделю отказываются от мяса. Это раз. Это понятно. Это точно. Точно. И начинают понимать, как внутри происходит обмен веществ. То есть, мы даем понятие внутреннего обмена с точки зрения энергоинформационного. Это есть книга. Так. По этой книжечке вы каждый получите эту книжку. Участники получат. Здесь есть основы духовной диагностики, которая является основой оценки своего состояния с точки зрения энергии, с точки зрения информации, с точки зрения физических воздействий. И заболеваний, которые являются индикаторами наших проблем. Вот смотрите, теперь, если говоря конкретно. Вот, допустим, человек научится ли, например, чувствовать пространство или тем же маятником? Да, конечно. Чтобы, например, на предмет излишнего загрязнения энергоинформационного, скажем, электромагнитного, да, то, что чувствуешь, что здесь жить нельзя или там никак, тут ничего уже не сделано, как рядом с электромагнитными мощными, вернее, вот этими 10 кВт, этими линиями, которые там, да, это все он будет чувствовать. То есть, раскроет, скажем, усилит вот эти природные, но скрытые уже от нашей вот этого образа жизни способности, они проявятся, да, скажем. От простого к сложному. Поэтому человек, научившись пользоваться маятником и рамкой, а я считаю, что на сегодняшний день это наиболее достоверные индикаторы из тех существующих приборов. Потому что ни один прибор, их масса, не скажет, хорошо это или плохо. А вот этот индикатор скажет сразу. То есть, приборы, почему, я поясню, кто еще не знал, то есть, наложение, никогда не учитываются вот эти всевозможные тысячи вариаций или миллионы даже, то есть, всего вокруг нас, наложение вместе с собой, как это на клетку, на ДНК, да, там на обменный процесс влияет. А человек способен, как ты же сам является биолокатором, ну и приемником и антенной, он сможет раскрыв вот эти. То есть, вот задача ваша научить вот именно раскрыть в каждом человеке эти способности, которые есть как бы в каждом человеке, но мы своим образом жизни, верой. Я больше, чем на 100% уверен, что каждый, каждый научится пользоваться. 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 Это очень ценно. И определять хорошо или плохо, и плюс к этому основы самодиагностики получат. То есть, я хотел сказать, то есть, второе, что получат, это самодиагностика на предмет каких-то и в латентной, и в активной форме, да, тех или иных заболеваний, вообще состояний. Да, конечно, конечно, конечно. Потом, наверное, многие выбирают место для жительства, то есть, подходит ли оно, да, земля, вот, то есть, геопатогены. Конечно, геопатогены, техногены, которые человек сделал, накладываются на геопатогены. То есть, сможет ли он воду под землей, например? Безусловно. Безусловно. Это не самое простое, скажу. Так. Потому что обычно сомнения людей, так скажем, сомневается человек, правильно, неправильно, надо копать. Компадцы, да. В принципе, да, воду будем на практике, в поле, так сказать, искать воду. Вы знаете, мы что, мы даже посмотрим, какая будет там у нас возможность, все-таки 10 дней, это много времени, может быть, мы даже съездим, дорогие друзья, в заповедник к нам, ну, это в 110 километрах от Пушкинских гор, где будут проходить занятия. Для чего? В наш заповедник, это вы будете первыми людьми извне, то есть, не из команды, которые съездят, и мы попробуем там очень интересных, скажем, рельефных разных территорий, зонах и балки. Да, конечно. Попробуем найти как раз воду, родники, а там есть, которые такие полускрытые, то есть, вроде выходят из земли, но где они, там выше, ниже, там по склону, непонятно. То есть, они то... Их самое интересное качество можно определить, родника. Обязательно определим качество. В Пушкинских горах на один уникальный родник сходим к нашему знакомому, ему-то ребята из Коралл-Уклу в свое время приезжали, сказали, обалдеть, там отрицательное ОВП уже из земли идет, то есть, вот свободный электрон. То есть, мы это посмотрим с вами, попробуем и приборами проверить, и как раз вот методом биолокации, и... Да. То есть, мы это включим в программу 10 дней, там будет время, это же не то, что с утра до ночи, там как каменолом, где работают, нет, это... Это с погружением, мы так называем, погрузиться в тему и освоить ее. Да, но в том числе разгрузочные часы будут, то есть, можно организовать очень интересную, да, и плюс ко всему, экскурсии в Пушкинские горы. Ну, коль уж люди приедут в Пушкинские горы, грех не поехать, так сказать, по пушкинским местам. Тригорская, Михайловская, Петровская усадьба, ну и, конечно, можно съездить в древние городища, кстати, там посмотреть, почувствовать, пройти Велье, это древнейшее городище, еще там с незапамятных времен, и даже мы можем съездить на интересные места Кургана и те городища, которые неизвестны по путеводителям, а есть местные люди, кто знает, что там было в незапамятные времена. Потом, в городище Воронич было 8 тысяч населения, когда в 16 веке, когда в Пскове людей меньше было, то есть, а оно сейчас вообще ничего не осталось, но это прямо в пушкинских городах тоже можно посмотреть места силы. Это интересно, как раз и определим места силы, какая энергия, что она дает и что человек чувствует. Более того, туда очень интересные тоже люди приезжали, об этом мы расскажем нашим, какие люди, которые занимаются очень сильно, то есть, восстанавливают эти знания о том, о чем Ломоносов, просто мало кто это знает, это лабиринты каменные, которые изучают. Очень известный человек, я вам потом расскажу. Есть такой лабиринт, воссоздали, они приезжали, группа вот этих исследователей, сделали на одном острове, там вот озеро есть одно у нас, Пушкинский город, прямо рядом с нами, уникальное место, тоже съездим. То есть, будет интересная программа, то есть, больше, чем у нас там практическое, вот заметьте, в разных местах, это надо ездить по стране, а у нас там все это есть. И вот эти как раз и разломы места, и особые энергии, где потому что Пушкин не просто так все это с этим связано, и люди это чувствуют, приезжают там, ну, со всей России, в общем, это такая тема не совсем открытая, но мы как раз на занятиях это все тоже обсудим. Может быть, даже мы пригласим очень интересных людей, я попрошу моего одного знакомого, как раз по лабиринтам. То есть, короче, программа будет просто обширнейшая, люди, которые приедут, они не только получат вот эти знания, но и мощнейшие теоретическую, значит, основу знания. Мы посмотрим, будем смотреть Землю и что под землей, совершенно с разных вот этих точек зрения, разных исследований, от воды там до вот всего остального. Воздух, вода, земля, металл, все стихии, которые существуют, мы их будем оценивать, и насколько они влияют на человека, и как человек влияет на него. Ну, здорово. То есть, что мы можем, если так подытожить, сказать, что человек вот точно вынесет из... А человек точно вынесет то, что законы быта, вот нами давно написана книга, как обустроить свой дом, правильно, по цвету, по энергии, по информации, какая мебель, что где поставить, зоны определить, плохие, хорошие и так далее. Слушайте, это на примере моего тогда вот нового большого сруба, терема, который строится сейчас. То есть, мы можем определить, как раз где идеально ставить там, да? Напишем нарисуемые пюры, распределение полей, как это... И это вам, дорогие друзья, там понадобится в любом случае. Конечно, для строительства, для определения места, где строить, где жить. Причем не только для того, я подсказки людям даю, потому что не все сразу могут на все темы соображать. Вот, допустим, не только лично для вас, если вы свое жилье строите, еще это самое главное, конечно, но если вы, например, занимаетесь строительством, дизайном, архитектурой, то вы можете, уже обладая этими знаниями, конечно, больших конек получите для людей, кто понимает и ценит, это сейчас многие просветляются и понимают, что вы можете, например, быть хорошим архитектором или дизайнером, который учитывает... Конечно, а это учитывать обязательно надо, без этого просто разрушится все. Вот, тогда будет иной совершенно подход к делу к этому, сверхпрофессиональный, да, ну, тут я смотрю, и по питанию есть, да, нюансы? И по питанию есть, да. Ну, в питании это такая отдельная тема. Это, конечно, отдельная. Мы ее затронем и аспекты все... Я тоже, кстати, проведу дополнительно, но у нас будет время, я там буду, мы определенные лекции, так сказать, с вами, со мной тоже проведем, то есть, вот, поэтому программа будет разносторонняя. Что касается цены за проживание, питание, которое, конечно, может быть и веганское, там будем, организуем все, или сыроедное, это вы уже в анкетах пишите. Ну, не в анкетах, и давайте договоримся так. Значит, в обязательном порядке письма, которые вы сейчас будете нам присылать на электронную почту aravanosobakabk.ru напишите в теме письма, обязательно указывайте тему письма, какую, напишите на занятие к Тюняеву в эко-отель Фролова. А в тексте письма произвольно напишите о себе. Я такой-то, такой-то, приеду один, или с женой, или с женой и ребенком, столько-то человек, хотим разместиться там-то, там-то, а будет ссылочка под видео, какие варианты размещения есть. Хочу разместиться там-то, там-то. Полный курс 10 дней. Приеду там, 31-го числа заезд, ну, коль, с первого занять, 31-го, например, там, примерно в такое-то время. Как приехать, очень просто, посмотрите, как вы до Пскова доберетесь, а с него идут автобусы постоянно до Пушкинских гор. Ну, там, либо такси, либо просто автобусы, они постоянно ходят, посмотрите на сайте, ссылочки у нас тоже будут. Да, ну, кто на машине, есть ссылочки, будут тоже даны, как добраться на машине под этим видео. И напишите, что бы вы хотели, лично вы, больше всего, да, узнать? Про себя, про дом, про окружающую действительность. У нас будут специалисты, которые вам подскажут. Смотрите, вот тогда как мы сделаем? Приедете вы и кто-то еще, да? Да, мы вдвоем приедем. Потом, потом, привезется, вы привезете тот самый уникальный, товарищи дорогие, если не смотрел, то обязательно это видео посмотрите, вот эту установку, которая очищает пространство. Обязательно привезем установку. Огромную площадь от всех воздействий электромагнитных источников излучения, включая вот эти вышки, проклятые сотовой связи, да? Да. Плюс к этому мы сделали еще одну антенну, ионизатор мы ее назвали. Она такая вот небольшая, на стол ставится, у меня на столе стоит, пришлю. Правда, еще по ощущениям ионизации хорошо, вот четко я себя обозначил как улучшение состояния. Сейчас прибор на поверке, через две недели привезем, померяем ионы, как они подросли отрицательно. Потому как вот мы сейчас НИР проводим по как раз большой антенне, которая гасит негатив от базовых станций. Еще предложение такое, значит, мы первый вывод, который мы сделали, так как в тех помещениях, где мы проводим исследования физических факторов и биологических сотрудников на рабочих местах, по четырем видам диагностик сделали вывод, что уже давно стоят на рабочих местах нейтроники. И они выровняли ситуацию, то есть негатива нет практически нигде, даже до установки антенны. Установили антенну, она подтянула еще энергетику повыше и там еще на этажах. Смотрим пока эксперимент. Мы решили проводить два года, потому что весна, активная фаза, состояние улучшается. Потом посмотрим осень, потом посмотрим весну и потом посмотрим на следующий год еще осень. И тогда у нас будет шикарная полная картина. Полная картина. И я вас, уважаемые слушатели, Юрий Андреевич, прошу, присылайте фото своих квартир и домов. Мы оценим их состояние. А фото сразу? Вот если это дом, то общий вид с разных сторон участка? Общий вид может быть просто с одной стороны, не надо. Внутри, например, кухня-спальня, да? Да, кухня-спальня. И подпишите для Юрия Андреевича, есть у вас там нейтроники или нет. Нам этого говорить не надо. То есть, смотрите, я подчеркну, это уже не то, о чем я только что говорил, кто захочет участвовать в семинаре с 1 по 10 мая у меня в Пушкинских горах. А это речь вообще про другую тему. То есть, если вы хотите некое исследование, мы такое дополнительное проведем, то вы пишите это в теме письма, укажите жилище на проверку к Тюняеву. Я эти письма перешлю Владимиру Николаевичу, он и команда посмотрят и для своей статистики. Ну, а для вас это будет бесплатно и интересно. И мы по стандартам оценим состояние геопатогенности или патогенности или техногенности. И у нас это будет статистика, мы тогда поймем, нужна ли большая антенна, например, вам на вашу квартиру или дом. Может быть, достаточно нейтроников, установленных на всех устройствах, и они выровняют ситуацию. Может быть, еще дополнительно ионизатор поставить, он, естественно, дешевле будет. Да, тогда уже в тексте письма пишите, вот, высылаю вам фото, такой-то дом, такой-то, такая-то область, район, где вы находитесь территориально, конкретно, чтобы посмотреть привязку. Что вы хотите знать, может быть, состояние какой-то здоровья не то, или, так сказать, вот спите плохо. Ну, да, да, кратко, что еще этим нужно, опишите. А если кто не понял, о чем говорите, как можно по фотографии, я вам просто отсылаю к Горяеву, например, посмотрите, лекция Академика Горяева, вы поймете, что можно по фотографии. Мы как раз научим вас определять по фотографии места, это возможно. Кстати, вот это тоже, в том числе, научим на семинаре практически. А еще один интересный момент, ну, конечно, когда вечерком там будет время и будут посиделки какие-то, я думаю, можно будет коснуться, о чем зрители, многие нас просят, на тему вообще вот ведической культуры, славянства. Да, конечно, конечно, обязательно. Это как раз вот я и сказки Бурового медведя всем рекомендую. Изначально, для ознакомления, у кого будет возможность. Да, очень хорошие сказки, правильные. Ну, чтобы были люди просто подготовленные, причем сказки не имеют значения взрослый человек или ребенок, вы прочтите, ну, кто не поленится и будет желание у кого, и вы приедете уже подготовленные с пониманием, у вас куча вопросов будет. И вот на эти вопросы как раз можно будет ответить, поговорить на эти темы и расширить эту интересную тему. Коснемся праздников, что такое праздник, что такое вообще жизнь была прежняя, устой, традиция, отношение, отношение к природе, отношение между людьми, между семьей, родом, народом и цель жизни. Вот все это мы... Более того, мы еще в дискуссии будем совместим приятное с полезное и сделаем еще некое такое видео, но только лишь этой части я имею в виду. Мы пригласим интересного человека, я попрошу, который тоже занимается, ну, вот как раз лабиринтами. Да, да. Это целая тоже команда, очень интересные, да, люди, которые там лет 40 занимаются. Там открыли многие новые, которых не было видно, некоторые километры в диаметре, которые только с космоса, там, ну, это, в общем, тема и такая. Я попрошу и приедут, я уверен, эти люди, и мы с вами еще сделаем такой интересный дискуссионный клуб на эту тему, то есть это будет что-то такое вот интересное и невероятное. То есть мне это самому также очень интересно. И мы приурочим это как раз все, ну, чтобы время не терять, я, тем более, сам, у меня время мало, на все не хватает. Но здесь мы сделаем очень интенсивно, чтобы каждый день, каждый час был загружен вот такой вот познавательной, жизненно важной информацией. Главное усвоить навыки первичные. А потом, я надеюсь, этот семинар будет постоянным. Отлично. Потому что сколько живешь, столько учишься. И я могу сказать, что я знаю, что я ничего не знаю. Ну, с точки зрения вот мироздания, наверное, так. Ну, это понятно, что век живи, век учись. Да, да, да. И даже такие люди, как и Ломоносов, и Тесла, там, и другие учили всю жизнь. Но наша задача, одна из главных, здесь не впустую прожить, а именно познать, понять и создать что-то, созидать. Создать, во-первых, душу свою почистить. Во-вторых, преобразовать вокруг себя пространство. В отношениях между семьей, родом, народом, людьми. И улучшить пространство, природу улучшить. Да, и вот как это сделать. В альтернативу тому, что сейчас происходит. То есть, да, совершенно верно. Вот это как раз будет. Кстати, мы, наверное, коснемся, наверное, тем интересных про вообще экопоселение или родовые общины. Да, конечно. Что должно быть в хозяйствах. Как сделать так, чтобы жизнь в случае какой-то критической, ну, глобальной обстановки. У нас есть проекты, есть. Мы их покажем, расскажем про них. Была. У нас там все будет и некая такая, как диорама, и большие доски, и мелованные. Такие залы огромные, кстати, лекционные. Вот важно сказать, к нашим, к вашим услугам. То есть, где мы будем проводить эти занятия в светлом большом зале. Удобно, там с чайком, со всеми делами. И как раз этих тем глубоко коснемся. Потому что темы и что должно быть, чтобы было хозяйство или община полностью самодостаточное в случае любых ситуаций. Как развивать, как взаимодействовать с другими общинами. Какая может быть в случае отключения электричества, например, та же радиосвязь и свои источники электроэнергии, которые тоже интересные темы, можем коснуться про взаимодействие общин между собой в каких-то ситуациях. И альтернативные способы общения. Защита в поселениях. Ну то есть, что надо иметь, потому что, как бы вот, так сказать, коснемся такой темы. Но это важно, потому что ведь как... Я понимаю, что если люди совсем працифисты, это не значит, что если человек обязан и себя защитить, да, и свою семью, так сказать, в случае какой-то ситуации. Это основа безопасности, это система сложных мероприятий, которые должен человек знать. А тем более, главное, вот с точки зрения нашего опыта, 30-летнего построения общин, взаимодействия, это отношения между людьми. Это главное. Если люди не объединены духом, целью, то это распадается. Тема важная, нужная. Ну, коснемся как факультатива. То есть, потому что время, разумеется, будет. И вот, то есть, я хотел бы, чтобы вот эта наша встреча, этот семинар коснулся всех, коли уж мы основополагающие темы, вот это знание мира. Да, и не забывайте об экономике существующей и та, которая вообще нам нужна, на самом деле. Экономика быта, экономика взаимодействия с миром и так далее. Это огромный практический опыт. И вот мы с вами, помимо главной цели нашей жизни, обсудим и поделимся. И тем более, что это звенья одной цепи. Сделаем фильм, выпустим книгу. Сделаем мы, конечно, фильм. Естественно, в фильм войдут какие-то там, может быть, 2-3 фильма по 40 минут просто общие. Конечно, конечно. Вы же на занятиях узнаете, ну, то есть, это, скажем, 1% фильма. Я думаю, если не пожалеете. Это точно. Ну что ж, дорогие друзья, я знаю, что мне уже написало, вот когда мы сделали анонс вот этого нашего сегодняшнего, видео о том, что приглашаем вас на семинар, написало мне уже там порядка 10 или 20, я сейчас не помню, ну, примерно вот и до, человек с желанием включить в группу. Ну, количество мест ограничено, оно тем, значит, хозяйством, что есть. Тем не менее, я думаю, человек до 40 мы можем принять. И поэтому пишите, не теряя время. Условия все будут указаны под видео. Когда вы уже его смотрите, значит, под видео нажмете еще, ссылочки откроются, и все там условия есть, прочтете. И тогда, если вы согласны, интересно, готовы записаться и не подвести нас, что если мы на вас рассчитываем, значит, мы кого-то другого не возьмем, так как места ограничены. Поэтому оцените свои возможности и желания. Ну, надо, наверное, оплатить просто. Предоплата, безусловно, чтобы мы были уверены в вас и вы в нас. Это все уже потом будет в переписке. Не опережайте события. У нас опыт в организации подобных мероприятий огромный, у меня в частности. И поэтому вы просто выполняйте пошаговую вот эту инструкцию. Первое, написать письмо, если вы готовы и надумали. Ждите ответ. Будет для вас специальная, отправленная форма и, так сказать, описание, где вы получите ответы на все ваши вопросы. Ну, а потом, если потребуется, переписка. Все. Это касается вот этой темы. Ну, о каких-то ближайших новостях. Вот вы немножко коснулись, что аппарат-ионизатор будет сейчас проверяться. И мы на эту тему недельки через 2-3 там поговорим. Да. А что-то еще есть? Ну, значит, мы сказали, привезем вот эти, вы привезете с собой все эти установки, аппараты, оборудование. Ну, мы и с физической точки зрения, да, измерим все, что можно? Да, конечно, конечно. То есть, рамки, там, маятники и так далее, биолокации, то есть, в полном объеме все, что только... Ну, возьмем приборы, даже те, которые используются ныне, и измерители электрического поля, и магнитного поля. Ну, то есть, подойдем все сторонники к этому вопросу. Да, все, что есть, будем использовать. Значит, коснемся всей сферы жизни человека с природой на природе и независимый образ жизни. То есть, вот все, что касается родовых и укладов жизни наших исторических, так сказать, аспектов прошлого. Поговорим о будущем, то есть, какие перспективы и какие мы можем дать советы. И съездим, значит, как я говорил, в заповедник, проедемся по уникальным местам силы, вокруг Пушкинских гор посетим. Естественно, все будут интересные программы, кто захочет, конечно, с уникальным экскурсоводом, который там книг 5 написал о Пушкинских горах. Он был директором когда-то музея Тригорского, одного из трех основных входящих в заповедник Пушкинские горы. Аналогичных знаний там просто нет ни у кого. Специальная будет такая интереснейшая программа. Даже кто побывал уже раньше в Пушкинских горах, это считается, что вы ничего не видели и не знали. То есть, это тоже я вам такое организую. Да, это очень интересно. Ну, и так далее, и так далее. То есть, там много чего интересного. Кстати, знаете, еще о чем можно посмотреть? Вот я сейчас вчера как раз приобрел, ну, потому что там надо смотреть, что у нас там под землей, значит, металлоискатель, да, хороший, который там, ну, есть. Да, ну, я вчера встречался лично с Порываемым, кто знает, какой-то номер один человек, ну, из известных, скажем так, по поиску укладов, сокровищ, то есть, ну, извести, Порываем, да, Владимир? Вот, он тоже приедет, кстати, мы с ним тоже будем делать программу, но позже, но в чем суть? Мы попробуем сопоставить, да, измерение и вот эту интуитивную и какой-то материальный поиск по возможностям человека, сопоставим с поиском прибором, тоже сопоставим, там, даже зароем специально что-то и попробуем какой-то участок. Мы какое-то время на это выделим, очень интересно тоже будет по поиску таких прям древних городеющих, что там, значит, было. У нас, кстати, на территории заповедника была как минимум одна, это мы достоверно знаем, старообрядческая деревня, вот, и так далее, и так далее. Ну, и вообще Псковская земля хранит очень множество интересных тайн и так далее, и своим территориальным расположением, таким геомагнитным и историческим аспектом, потому что это все-таки та самая вот Исконная Русь, как раз... Да, конечно, север, север-запад. Север-запад, да. Ну, наверное, на этом все. Вот, желаем вам удачи, крепкого здоровья, здравомыслия и приглашаем еще раз, пишите, не теряйте время. Время осталось немного. Да, на сборы, на все остальное, подготовку. Ждем вас, после этого вы, конечно, ваше мировоззрение изменится и вам станет жить интереснее и лучше. Создать гармоничное пространство, комфортное для души и тела. И есть хорошее, еще одно, да, пословище, что предупрежден вооружен, да? Значит вооружен, да. И если ты знаешь мир, в котором ты живешь, максимально понимаешь процессы, ты можешь ими уже управлять. Управлять. Самое главное. Вот, именно так. Ну, я надеюсь, все вы поняли, что мы вам сказали. И даже то, что осталось за кадром, вы тоже, наверное, уже можете домыслить. Так что ждем вас. Всего хорошего. До встречи.